Шапочка, чепчик, спицами. Это третий заключительный урок. Я показывала по схеме, как вязать этот узор. Затем показывала на реальном примере, в общем, как вязала узор. А сегодня формируем сам чепчик по принципу пятки. У меня 87 петель. Я все полотно разделила на три части. По 29 петель. Будем вязать вот эту среднюю часть между булавками. А петельки крайних будут постепенно прибавляться. По принципу пятки вяжутся. Я провязала два ряда лицевой гладью. То есть ряд с изнаночными петлями. И ряд лицевыми, ряд с изнаночными. И сейчас вяжу лицевыми петлями. Здесь я убыстрила. Хочу просто показать вам полностью, как начинается формирование. А дальше будет понятно. Вот довязала до булавки первой. Просто перенесла ее на спицу и вяжу дальше. Сейчас мне нужно провязать 29 петель середины. Вот я дохожу до второй булавки. Петельку еще одну провяжу. И сейчас эту петельку сниму. Можно было просто булавку снять. Возвращу ее на спицу. И провяжу две петельки вместе лицевой. Оттяну, чтобы было поплотнее. Переворачиваю вязание. И буду вязать до второй булавки. Первую снимаю как кромочную. Булавки мне сейчас уже будут не нужны. Потому что там, где две петельки я провязываю, уже видно. И поэтому я их убираю, чтобы не мешали. Кто вяжет носки с классической пяткой, уже помню, как это будет дальше происходить. Вот я тоже снимаю петельку, чтобы снять булавку. Хотя можно было просто расстегнуть. Возвращаю на место петельку. И провязываю две петли вместе изнаночной. Снова поверну вязание. И буду вязать до сдвоенной петельки. Вот до этого места. И сейчас я буду так вязать. И в результате этого средняя часть будет постоянно одинаковая. Здесь будет 29 петель. А по бокам петельки будут убывать. Каждый раз будет на одну меньше. Вот я довязала до сдвоенной петельки. И снова провязываю две петли вместе. Поворачиваю вязание. Первую снимаю как кромочную. И вяжу дальше изнаночными петлями до следующей петли, провязанной вместе. Довязываю до сдвоенной. Вяжу снова две вместе изнаночной. Поворачиваю вязание и вяжу дальше. Вот здесь видно уже, что средняя часть прибывает. А боковая так и остается. Она не вяжется. Вот у меня уже сколько связано. Видно, что средняя часть вяжется, а это боковинки присоединяются. Вот у меня видно, что меньше половины. Но сейчас я начну сокращать петли еще и в середине. Вот после кромочной я две провязываю вместе лицевой. И перед убавлением в конце вот этого ряда, я тоже убавлю две вместе лицевой. Чтобы вот эта затылочная часть немножечко сужалась. Вяжу просто лицевыми петлями. И вот перед сдвоенными провязываю тоже две вместе лицевой. Затем снова две вместе лицевой поворачиваю вязание. И в изнаночную вяжу такие убавления не делаю. Просто вяжу изнаночные петли. Вот я довязала до слоевых петелек. Снова вяжу две вместе изнаночные поворачиваю вязание и вяжу лицевой ряд. Снимаю кромочную и две вместе лицевой. То есть я в лицевых рядах делаю дополнительные убавки в середине. А в изнаночных провязываю просто изнаночные петли. Вот у меня какая получилась лицевая. И сейчас я буду вязать. Обратите внимание, убавки не стала делать. Буду выполнять убавки через ряд. Потому что затылочная часть не должна сойти на нет. Там должно остаться петель 8-10. И поэтому я убавки в затылочной части, вот эти дополнительные, выполняю через ряд. Изнаночные, как всегда, без убавок. Только для формирования вот этой полосы. Для присоединения затылочной части и боковинки. Вот той убавки не делала в том ряду лицевой. Здесь после кромочной сделаю убавку. То есть провяжу две вместе лицевой. И в конце ряда точно так же. Две вместе лицевой. И снова дверь вместе лицевой. Чтобы соединить с боковой частью. Кромочная и изнаночные петли. Вот. Получилась у меня такая линия. И вы можете убавки делать по-другому. Как вам покажется красивее. Просто верхняя часть должна быть пошире. А к нижней части, к шейке, количество петель нужно убавить. И вот я присоединила уже все петельки боковых частей. И сейчас буду провязывать и вязать нижнюю часть. Чепчика. Вот какой у меня получился чепчик. В результате дети сказали, что модель для мальчика не подойдет. Легчачие. Сейчас вот я наберу петельки. Подниму. Чтобы вязать вот внизу такую кромочку, связать полосочку. Она будет и шею лучше облегать. И гармоничнее, красивее будет. И на нее привяжем завязочки. Набираю пусты из кромочных петельки. Вот набрала. И продолжу вязание, чтобы не отрывать нитку. Вяжу просто лицевыми. Лицевыми скрещенными, чтобы не было дырочек. Вот я довязала до конца ряда. Поворачиваю вязание. И буду вязать изнаночными петлями. Сейчас мне нужно... У меня петли подняты на половине чепчика. Я провязала эти петельки. Продолжаю вязать изнаночными петельками серединку чепчика. Затылочную часть вот эту голубую. А сейчас у меня здесь вот нужно вот, как получается. И петельки тоже нужно поднять. Для этого я с края чепчика подниму петельки. Я подниму петельки и продолжу вязание. Это делается для того, чтобы не оборвать нитку. Вот я набрала петли, подняла. Из кромочных. И продолжу вязать изнаночными скрещенными петлями до конца ряда. Вот ряд провязан. И сейчас несколько рядов свяжу дизинка один на один. Кромочную снимаю. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. Вот я связала нижнюю часть вот этот ободочек. Или не знаю, планочку. И сейчас просто закрою петельки. По две вместе. Закрываю в ритме резинки. Две вместе лицевой, две вместе изнаночной. Дальше у нас идет лицевая, значит, две вместе лицевой. Идет изнаночная, две вместе изнаночной. Так закрою все петельки. Вот у меня осталось три петельки. Сейчас я буду вязать сразу завязку. Так, я их перекинула на эту спицу, на короткую. Завязки нужно вязать на чулочных спицах. Эти движения я делаю для того, чтобы нитка у меня переместилась назад. И сейчас я провязываю три петельки лицевыми. Здесь кромочных нет. Провязала, сдвигаю спицу влево. И снова вяжу, не поворачивая, три петли лицевыми. Первую тоже провязываю. Вторую, третью. Сдвигаю спицу. И снова вяжу. Первую, вторую и третью. И таким образом у нас получится шнурок завязка. Ну вот и все. Можете связать такую шапочку своим малышам. И сейчас я наступаю. Продолжение следует...